Это была идея Эвелины, штурмана. Я еще как руководитель штаба, но на месте, а она тоже руководитель штаба, но она в большей степени по связям с общественностью и по логистике, это супер важно. Мы проснулись здесь от сирены в субботу, в шаббат, мирный день, ничего не предвещало. И мы просыпаемся от сирены, мы даже не поняли, что это сирена, мы не поверили. Но мы решили, что надо что-то делать, потому что можно с ума сойти, очень страшно. У нас четыре сирены подряд было, потом с соседями познакомились, провели с ними шаббат. Я наконец-то знаю, кто мои соседи, я год здесь живу. В первый же вечер я обзванивала хаббат и другие какие-то более опытные волонтерские пункты на иврите. Выясняла у них список того, что нужно солдатам. У нас четыре области. Гигиена, медицина, текстиль, еда. А еще пятая область, это техника появилась. Это вот, знаете, по соцсетям, вот там какая-нибудь мама солдата едет отвезти что-то своему сыну, видит нас в фейсбуке и с нами связывается тоже. И как бы вот так вот мы тоже добавляем от себя его подразделения, потому что там много же ребят, и всем все равно не хватает того, что мы даем. Всегда есть, есть куда, так сказать, развернуться. Пока мы востребованы. Я очень рада, что мы можем применить себя в это ужасное время. И я очень рада, что могут через нас люди бороться с этим стрессом, приходить к нам волонтерить, приходить помогать и даже приводить детей. У нас дети даже волонтерят. И я вижу, что они уходят отсюда с улыбками. Это Ам-Исраэль-Хай. Это вот оно самое. Я желаю нашей замечательной армии, нашему царалю победы скорейшей. И чтобы все вернулись к своим матерям, к своим девушкам. И чтобы мы скорее все выпили уже чаю. Все вместе. Или пиво.